Объекция Нелсона. Я, разумеется, сейчас ее нарисую вам четко с объяснением, пока вы можете просто попытаться догадаться, что же там нарисовано. Н это вот то самое, которое двое, да? То есть, вот здесь пути длины 2, да? Вот Н равно 2, это пути длины 4. Вот здесь нарисованы все пути длины 2, которые заканчиваются на сепсис. А здесь нарисованы все неотрицательные, то есть, которые не заходят ниже, чем у сепсис. И между ними есть взаимнооднозначное соответствие. Оно делается при помощи красной точки. Здесь для двух. Нарисованы все 6 картинок, путей, которые начинаются и заканчиваются на сепсис. И каждый раз нарисована красная точка. Так вот, если я сейчас объясню вам, что такое красная точка, то вы поймете эти картинки. И для любого натурального числа Н вы сумеете найти объект, чтобы нарисовать все-все-все картинки. Очень хорошее упражнение – это взять в качестве Н тройку. Там 20 картинок. Это не очень мало, но и не очень много. И просто сделать то, что я сейчас буду делать. Другая картинка – это достаточно большая картинка пути, которая начинается вот здесь и заканчивается на сепсис. Другая картинка делает следующее. Она должна начинаться вот здесь и должна иметь четную длину и никогда не заходить вот сюда. На сепсис может. На сепсис может. А вот сюда нельзя. Ниже нельзя. Итак, здесь будет путь, заканчивающийся на сепсис, который может заходить ниже сепсис. А там путь, который не может заходить. Понятно? Отлично. Так. Два. Три. Вот так. Нет, не страшно. Мы сейчас просто добавим точку. Вот это будет 1-0. Вот это будет второй уровень. Хорошо? Вот это будет второй уровень. Так. Нормально. Так. Интересно здесь. Ну давайте. Нормально. Тоже будет. Здесь каждый раз точка должна стоять. Здесь точка, точка, точка. Так. Теперь ситуация стала нормальной. Там еще внизу можно добавить. Каждый раз. Что? Внизу можно добавить. Внизу? Давайте. Внизу добавим. Предположим, что вы здесь шли вот так. Нормально? Так. Как у нас записывается такой маршрут? Ну понятно как. Так. Плюс, 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 плюс. Минус, минус, плюс, минус, 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 плюс, плюс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так. Проверьте, что минус на плюс форму. Форму или неформу? Дальше, прямо скажем, постаралась. Хорошо. Теперь давайте там же. Ну, скажем так, тоже можно, но мало интересно, потому что она у вас закончилась там же. Давайте. Просьба, чтобы закончилась не на том же уровне, где началась. То есть чуть выше. Нормально? Ну, выкатите. Четные длины, ребята. Сейчас. Это на каком уровне? Да, четные. Да, все, все. Оставитесь. Иначе слишком много. Спасибо большое. Все. Все. Давайте теперь работать. Надо сформулировать правило, по которому каждому пути, заканчивающемуся найти абсцисс, сопоставляем путь, который неотрицательный. И наоборот, как мы у меня отрицательном пути научимся сопоставлять. Господа, правило красной точки. Это самое левое из всех точек минимума. Вот на этой картинке, это вот эта точка. Могло быть совершенно запросто, таких минимумов несколько. Тогда мы взяли бы, представьте себе, могло быть так. Вот так, 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 это вот у меня спустилось на тот же уровень. Теперь спустилось, поднялось, спустилось, поднялось. Ну и, например, нет, все, хватит. Уже хватит. Был такой путь. Тогда красная точка была бы вот эта. Поняли? Самая левая из точек минимума. Так вот, то, что от нее справа обозначен буквой L, то, что от нее слева обозначен буквой L. А нужно вопрос? Да. А если есть несколько точек одного уровня и еще одна точка ниже, которая, красная точка будет самая нижняя? Берем, секунду, мы берем сначала самую низкую, а если самых низких несколько, из них берем самую левую. То есть вот на этом чертеже у нас единственная, самая низкая точка. На этом чертеже их две, но берем из них самую левую. Понятно? Так вот, а дальше надо сделать следующее. Надо нарисовать правую часть без изменений. То есть вот в данном случае раз, два, три, четыре, шесть отрезочков вверх. Надо прямо так идти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После этого надо вниз идти, четыре отрезка. Вот все. Я нарисовал. Дальше надо красную точку передвинуть сюда. И в этом месте дорисовать вот этот путь, только отраженный относительно вертикальной прямой. Вот здесь поставить зеркало, относительно него перевернуть и сюда пририсовать. Смотрите, здесь у нас раз, два, три, на пять отрезков мы поднимаемся. Отлично. Пошли подниматься. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше, когда мы идем отсюда, на один спускаемся, на два поднимаемся. Пожалуйста. На один спустились. Так, ребят, нет проблем. Я налез картинкой. Поэтому, где-то, пожалуйста, терять. Давайте она у меня будет перейдеть. Хорошо? Два раза вверх и четыре раза вниз. Раз, два, три, четыре. Вот, получился такой маршрут. Смотрите, что при этом интересное. Здесь у нас была некоторая разница уровней. Что это за разница уровней? Это вот это. Те самые две единицы, на которые красная точка была ниже. Ну, в принципе, красная точка могла лежать на уровне, а вся выше не могла, потому что эта точка у нас есть на картинке. Но ниже могла. И вот это есть те самые две единицы. Замечательно. Но после того, как мы левую часть отразили и сюда вот поставили, естественно, что у нас здесь тоже получается подъем на те же самые две единицы. И в общем случае вот этот уровень будет такой же, как у нас. Хорошо. Хорошо. Вот я объяснил, как из такой картинки получать таковую. Давайте повторение. Из этой картинки что получится? Очень просто. Смотрите. Рисуем вот этот кусок, правый кусок, без изменений. После этого отраженный вот этот. Что такое отраженный вот этот? Четыре вверх. Раз, два, три, четыре. И три вниз. Раз, два, три. Обратите внимание. Опять красная точка оказалась ровно по середине, по высоте. Понятно? Вот эта разница уровней такая же, как эта. Отлично. Теперь, если вы посмотрите внимательно на эту штуку, то вы поймете, как на этой картинке искать ту, из которой она получается. Как на этой картинке искать ее красную точку. Очень просто. Надо посмотреть, на каком уровне расположен конец пути. Он будет на четком уровне, потому что мы сделали четное число шагов. Поделить его пополам. Соответственно, провести вот такую вот прямую. И там мы брали, при одном переходе, при переходе от путей, которые заканчиваются на оси абсцесс, к путям, которые неотрицательны, мы брали самую левую из минимальных точек. А вот здесь надо взять самую правую из точек пересечения. Вот эту. И дальше мы говорим. Посмотрите. У нас была левая часть, была левая часть, вот эта, была правая. Дальше мы сначала рисовали правую, и она была в будущей красной точке. А потом туда приставляли перевернутую. Это означает, что правую часть здесь мы уже знаем. Вот она, правая часть. Душа, правая часть. А вот эта, это перевернутая левая. Все понятно? Здесь самое правое из точек пересечения средней линии между началом координат и точкой высотой, на которую мы поднялись. Замечательно. Теперь, что такое L? L получается, когда вы назад отразили. Ну, замечательно. Это совершенно не проблема назад отразить. То есть надо на самом деле идти отсюда, да? Идти отсюда так, так, потом два раза вверх, потом три раза вниз. Вот это мы нашли L. И после этого надо пририсовать L. То есть надо раз, два, три нарисовать. А L после этого на два отрезка. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Вот эти точки оказались на одном уровне. Почему? А потому что вот эти отрезки были равны. Давайте поймем, где у нас теперь красная точка. Вот R это вот такой участок. Красная точка на этой картинке вот здесь. И вот этот вот отрезок, это на самом деле в точности вот эта вот разница уровня. Так. Когда мы идем изначала координат в точку левого минимума, мы спускаемся на некоторый уровень. Да. Потом мы поднимаемся на такой же уровень. Поэтому здесь координат в уровне. Нет, там надо объяснять, почему все-таки... Почему здесь не могут быть точки? Да. Ну, потому что после отражения эта точка перейдет в точку здесь. А это означает, что мы взяли не самое левое минимум. Понятное слово? Что ей будет соответствовать? Красная точка... Это вот эта. Это вот эта. Да. Поэтому ей будет соответствовать, а наша. Только красная точка переедет вон туда. Да. Так, так. Все, теперь давай, что ты хотел сказать? То же самое повторить. Есть самый нижний уровень, до которого мы доходим. Там есть самая левая точка. Это понятно? Да. Дальше. Мы переносим начало координат сюда и оставляем правую часть. Ее рисуем прям, проходим, да. Просто оставляем. Да. Теперь эту часть вырезаем, переворачиваем и приклеиваем с этой стороны. Ну, в графических редакторах работали когда-нибудь? Ctrl-C, Ctrl-U, X, Ctrl-U. Нет, сначала надо отразить, а потом уже сдвинуть. Так, тогда здесь будет раз, два, три, четыре, пять. Так, уже я рисовал. Коль, рядом нарисовано. Вот это, это то, что будет красная точка. Важно, что мы при этом не можем оказаться ниже, чем красная точка. Образ красной точки. Нет, нет, мы вышли, вот полученный путь. Да, 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 да. Лише, чем образ красной точки. Потому что красная точка была самая левая. Точка мини. Да. Придумали объекты. Смотрите, вы придумали объекты между какими путями? Между теми, которые закончились на сервциис. Это то есть у двоенная равно нулю. Их будет удвоенная умножить на дво всех. Удвоенная вероятность умножить на дво всех дво. Вот, их будет столько, что. И между неотрицательными путями. Поскольку путей поровну, значит и вероятность одна и та же. Продолжение следует.